Добрый день! В эфире новости «Центральный регион». О главных событиях за неделю и жизни Минской области расскажем мы, Ольга Медведь и Сергей Луговский. Итак, смотрите сегодня в программе. Диагностический апгрейд здравоохранения области. В Боровлянах открыли новый корпус поликлиники. Расскажем о важных инновациях. Агросезон 2023 и авиаконтроль посевной. Майское тепло нарастает вместе с объемами полевых работ. Узнаем, как помогают в решении земных задач небесные подходы. Забота о ветеранах и сохранение исторической памяти. Вот уже 80 лет Минский областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной заботится о здоровье тех, кто подарил нам мирную жизнь. Проследим путь развития. И время джаза для маленьких и больших музыкантов. Девятый международный конкурс в Солигорске. Окунемся в джаз тайм. Новый корпус поликлиники открыли в Боровлянах. Это важный и нужный объект в системе здравоохранения Минского района. Смену будут принимать 800 пациентов. Диагностический апгрейд провели для качественной и доступной медицинской помощи по различным профилям. Рентген-аппараты маммографа. А также впервые в поликлинике установлен МРТ. Кроме этого будут работать лечебно-профилактическое отделение, УЗИ, лаборатория, дневной стационар. Среди важных на базе также хирургия одного дня, инфекционный блок и кислородная станция. Новое шестиэтажное здание поликлиники позволит увеличить доступность амбулаторной помощи взрослому населению района. А в старом корпусе после реконструкции откроют детскую поликлинику и стоматологическую. Мы очень довольны, огромная благодарность всем, кто принял участие, кто финансировал, строителям. Красивое современное здание. Мы тут рядышком очень близко живем. Очень удобная система талонов. Я уже два талона взяла. Здесь есть рабочие места врачей общей практики. Здесь есть все для проведения профилактических мероприятий, в том числе диспансеризация. Здесь есть информатизация в полном объеме, которую нам хотелось бы видеть. Здесь есть узкие специалисты, которые оснащены, я скажу так, по последнему слову, техникой для этого звена. И я уверен в том, что те пациенты, которые могли бы попасть еще вчера на больничную койку, получат полную медицинскую помощь в стенах данной поликлиники. Даже, я скажу так, не поликлиника, а поликлинического центра. Это очень важно. Медицинская новостройка станет ключевым объектом центральной районы больницы в Боровлянах. Здесь же недавно, после модернизации, открыли приемное отделение. Современное оборудование для диагностики, комфортные помещения. Все для качественной оперативной помощи пациентам и для удобства работы медиков. Минская область, она является бездотационной, поэтому мы что зарабатываем, то, соответственно, и тратим. Поэтому это очень вообще важное решение, на самом деле, определить приоритеты, куда направить денежные средства. Да, мы не забываем о жилье. Жилье как собственность, вот сейчас строятся два кооператива именно для медиков, так и арендное жилье. То есть арендное жилье для педагогов строится дом и проектируется два дома для медиков. Модернизация центральной районной больницы и открытие нового здания поликлиники – это лишь часть комплексной работы по созданию комфортной для жизни инфраструктуры в Боровлянах. Идет строительство центра социального обслуживания населения, а также детского сада. Откроют новое дошкольное учреждение уже в этом году. Сейчас на территории Боровлянского сельсовета проживают свыше 60 тысяч человек, а в Минском районе более 270 тысяч. Отдельно хотим рассказать о медучреждении, где заботятся о здоровье тех, кто подарил нам мирную жизнь. Вот уже 80 лет Минский областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны все свое внимание уделяет нашим ветеранам. А ведь начиналось все с небольшого эвакуационного госпиталя. Сегодня там работает и Республиканский центр активного долголетия. Оказывают помощь по самым разным направлениям. Как развивалась медицинская инфраструктура, узнала Елена Витко. Агрогородок Лесной сегодня это своеобразный медицинский кластер. Здесь соседствуют около 10 ведущих учреждений. В их числе и Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Этот год для объекта юбилейный 80-й. Начиналось все с эвакуационного госпиталя под номером 5803. Первой геолокацией стал город Златоуст Челябинской области. А уже в 44-м санчасть переместили ближе к линии фронта. В Минском районе-то были полуразрушенные бараки, без воды, отопление, электричество. Жизни спасали в полевых условиях. В перерывах здания отстраивали, медицину развивали своими силами. В 46-м году организовываются первые курсы по реабилитации пациентов, пострадавших от военных действий и инвалидов войны, мирным профессиям. Их возвращали к мирной жизни те, кто ушел на фронт 17 лет и не получил специальности никакой, и те, кто получил тяжелое ранение и не мог работать по специальности полученной ранее. На базе госпиталя 6-месячные курсы проходили пациенты, параллельно проходило лечение. Их обучали профессии щитовода, бухгалтера, парикмахера, мастера-сапожника. В 60-е с просьбой улучшить бытовые условия пациенты написали Машерову. Новый корпус возвели быстро, а позже учреждению присвоили его имя. Сегодня на лечение в госпиталь приезжают со всей страны ежегодно более 10 тысяч человек. Тамаре Вишняковой скоро 90. Улыбчивая, ленгатная, хрупкая женщина с сильным характером и непростой судьбой. Будучи ребенком, она пережила блокаду Ленинграда. Почти 900 дней осады, бомбежки и голода. Чтобы трагедия не повторилась, об ужасах войны Тамара Семеновна рассказывает внукам и правнукам. Страшные воспоминания пронизывают до мурашек. Эти 125 грамм блокадных. Невозможно было даже кусочек хлеба получить этого. Все умирали. У меня скончалось 9 человек. 9 человек родственников умерло от голода. Я не знаю, как я осталась жива. Все кругом были окружены. Но в общем мы выжили. Уважение к общей памяти, благодарность за мир и заботу о здоровье для госпиталя – это главная ценность и миссия. Помощь оказывают ветеранам и участникам Великой Отечественной, и воинам-интернационалистам. Здесь работает Республиканский центр активного долголетия, развивают и другие направления. Недавно открыли 5 специализированных отделений. Это кардиологическое отделение, отделение пульмонологии, аллергологии, неврологии, эндокринологическое отделение. На нашей базе работает отделение палиативной медицинской помощи и 6 коек – это Республиканский центр помощи жертвам ДТП. Всего в коллективе свыше 700 человек, в том числе более сотни врачей. Оказывать медицинскую помощь помогает современная техника, из последних ноу-хау – компьютерный томограф и обновленный зал для физической реабилитации. Кинезиотерапия – это групповые занятия, механотерапия на тренозорах на беговой дорожке, эрготерапия для развития мелкоматорики и самообслуживания. Здесь мы боремся в основном с таким синдромом, как астения, снижение мышечной массы, что называется саркопения по-научному, что может приводить к падениям пациентов из-за их малоподвижности и также к нарушению умственных способностей, когнитивных способностей. Мы находимся в зале ЛФК, где установлена стабилоплатформа. Это такая платформа, которая помогает пациентам тренировать свои навыки равновесия. Она направлена больше на координацию движения, на опорную функцию, если у пациентов есть какие-либо нарушения, и восстанавливать их. Происходит биологическая обратная связь между пациентом и то, что происходит на экране. И тем самым он в игровой форме тренирует свои навыки когнитивным. Интерактивные программы, массаж, дыхательная гимнастика, аква и физиотерапия. Чтобы лечение было максимально эффективным, для каждого пациента разрабатывают индивидуальный план. Тренд на модернизацию в областном клиническом госпитале продолжается. В планах УЗИ аппарата экспертного класса, новые бронхоскопы, закупят также оборудование для рентген-диагностики. Елена Виткоя и Сергей Матвеичук. Новости. Центральный регион. Майское тепло нарастает вместе с объемами весенних полевых работ. Еще неделя и в Центральном регионе завершится сев всех яровых культур. А это, напомню, 530 тысяч гектаров. Оценить масштабы и качество посевной, а также в целом порядок на земле помогает авиаконтроль. В эти дни руководители районов Минской области совершают облет территории на вертолетах и мониторят ситуацию прямо с высоты птичьего полета. О небесных подходах к решению земных задач Алексей Кондратенко. Легендарный вертолет Ми-8. Воздушное судно МЧС Белоруссии. Задача не из экстремальных, а практичных. Рассмотреть с высоты Смолевический район. Погода летная в путь. Команда руководителей сельхозпредприятий во главе с председателем Смолевического райисполкома Андреем Ратомским проводит аэромониторинг. Все виды как на ладони. Молочно-товарные фермы, сельхозугодия, зерносушильные комплексы, дороги, садовое товарищество и агрогородки. По маршруту через иллюминаторы заметно выделяются и знаменитости. Курган Славы, индустриальный парк Великий Камень, трасса Р-53 Сам, город Смолевич и его окрестности, а также центр машиностроения Жодино. Этот город с особым статусом не входит в район, но окружен им. Два часа в пути, полет нормальный. Сразу по горячим следам небольшая летучка и обмен мнениями на взлетно-посадочной полосе. Основная задача и была поставлена губернатором произвести облет района и посмотреть именно с высоты птичьего полета на культуру земледелия, на контурность полей, есть какие-то моменты перезимовки, где-то нужно произвести ремонт, посев, где-то уплотнение, где-то сплошной перезим. В целом, сказать, что результатами, как выглядит район, можно сказать, что неплохо. Но есть определенные моменты, которые нужно еще обратить внимание. Плюс наведение порядка на производственных помещениях, на молочно-товарных фермах. И у нас много разных частных предприятий, которым тоже нужно помогать наводить порядок. Впечатление довольно хорошее, интересное. Все хозяйства, видно, стараются, работают, подтягиваются. И вообще, в целом, Смолевический район. Я здесь уже работаю пять лет. Довольно много шагнул. Бреющий полет, а не движение по полю. Шустрый трактор с косилкой динамично формирует в волки тысячи центнеров кормов. По гектарах, это все зависит от массы самой, от площади. Чем длиннее площадь погонная, гектар больше, даже меньше разворотов, улучшается производительность выше. В помощь механизатору GPS-приборы. Но главное, агрегат косит по диагонали и под углом 30 градусов. Вдобавок, у него строго выверенная ширина захвата. Эффект уже на поле. Сурепица и рапс хорошо перемешиваются с озимым ячменем. Эта кормосмесь – новый эксперимент хозяйства Кухчицы Клецкого района. Отсюда и такое пестрое полосатое поле. С высоты оно выглядит особенно эффектно. Крестоцветные – не просто живописный элемент белорусских полей, но и ценные кормовые культуры. В их зеленой массе до 25% протеина, а также много витаминов и минеральных веществ. Сеем таким образом заготавливаем корма, потому что крестоцветные культуры дают белок, дают протеин. Зерновые, злаковые культуры дают сахара. Балансируем таким образом корма, скашиваем в перемешку, измельчаем на сенаж, добиваемся нужной влажности и закладываем в рукава. Кулисная технология, когда культуры перемешаны на одном поле, принесет аграриям Кухчиц сочные дивиденды в молочном животноводстве. Особенно, когда сухие корма, сухой рацион, на кормовой стол необходимо положить такие легкие салатики, чтобы животное лучше поедало всю кормосмесь. Готовой смеси мы даем от 3 до 5 килограмм в зависимости от влажности. Скот лучше поедай, охотно поедай. Плюсы от таких экспериментов и для агрономии. Сурепица и рапс – отличные предшественники для других растений. А значит, одно поле принесет два урожая за сезон. После кормов на нем посеют кукурузу. Даже есть возможность еще убрать, постараемся на зерно, даже поскольку это минеральная почва. И плюсы, что растительные остатки сейчас в ничьем. Каз по растительным остаткам под запашку. И микроорганизмы свою работу сделают. Будет структура почвы гораздо лучше. Мы уже делали под картофель. Что увеличивает, соответственно, тоже урожайность. Как минимум 10-15, то и 20 процентов. Май – время старта Большой Косовицы. И во многих районах Минской области будет 4-5 укосов вплоть до октября. Таким образом, кроме зерновых, за сезон сформируют стратегический запас кормов для молочного и мясного животноводства. Минимум на год вперед. Алексей Кондратенко, Сергей Матвейчук и Алексей Петров. Новости. Центральный регион. Стать частью слаженной команды на предприятии или заводе, а еще проявить себя профессионально и творчески – такая возможность есть у студентов и школьников с 14 лет. Найти занятость по душе помогают студотряды Минской области. На выбор, в частности, экологические, педагогические, медицинские и лесохозяйственные профили. Пока в каждом районе формируют молодежные команды для работы в летний и осенний сезон. Так, в Центральном регионе готовы предоставить 3000 рабочих мест. Помимо этого, сейчас в разгаре третий трудовой семестр. До конца мая ребята задействованы в сервисном и строительных отрядах. В этом году есть редкая возможность прикоснуться к реставрационным работам архитектурной жемчужины Беларуси – Несвижского дворцово-паркового комплекса. О благородной миссии молодых и инициативных расскажет Александра Гойтан. Среди экскурсионных групп и неспешных туристов к Несвижскому замку бодро направляется эта команда парней в характерном дресс-коде. Правда, вместо гида и путеводителя – командир студенческого отряда Глеб Граждиеру. Вместе с однокурсниками, будущими учителями физкультуры, работают не в школе, а на стройплощадке. Я работаю в отряде «Ударник». Он, получается, назван в честь Героя Советского Союза Лещенко. В данный момент работы. Мне нравится, что мы работаем на замке, по сути, историческое место. И прикольно быть причастным к этому. Три отряда – это 20 студентов из Несвижского колледжа – помогают строителям в реставрации западного бастиона дворцового ансамбля. Таким образом, молодые люди вносят свой вклад в сохранение культурного наследия страны. Выгружали мусор, кирпичи складывали и помогали рабочим. Мы, как считаем себя подсобными рабочими, мы выполняем свою норму. Серьезный объект требует такого же подхода. А потому график работы, охрана труда и безопасность соблюдаются строго. Работают в тандеме с опытными плотниками, каменщиками и бетонщиками из белореставрации. Задача для пайцов студотряда – убрать 350 тонн керамических остатков кирпича. Основная наша задача – вскрыть на толщину одного кирпича облицовку, чтобы дойти до исторического слоя кирпича с булыжниками. Его очистить, отреставрировать, максимально усилить и провести работы по улучшению гидроизоляции. Техника не может подойти именно к самой строительной площадке. Поэтому у нас работает башенный кран и студенческий отряд. Они нас выручают. Для многих ребят временная занятость – дело привычное. Работают с удовольствием. Говорят, поход на стройку сродни тренажерному залу. Своим примером мотивируют других. Важность дела, какая-то гордость, то, что, ну, как бы, реставрация замка. Ну, не каждому такой шанс получается. Работа у нас начинается с 8 утра до 12. С 12 до часа обед. И с часа до 4 мы работаем. Молодых и инициативных ждут и в летних студотрядах. На выбор смены разных профилей – экологические, педагогические, медицинские и лесохозяйственные. В Центральном регионе готовы временно трудоустроить 3000 человек. Это первый опыт работы. Заработная плата. Но у студотрядов есть своя романтика. Есть свои традиции, обычаи. И ведь работа не заканчивается только в рабочее время. Для ребят мы всегда подготавливаем программу. Ярмарка вакансии в студотрядах Минской области предлагает занятость на лето и осень. В Несвежском районе многие молодые люди уже забронировали рабочие места экскурсоводов. Богатое историческое портфолио, музея заповедника и территории вокруг позволяют развиваться в туристическом направлении. Дворец состоит из 10 зданий, связанных между собой. Они образуют единый архитектурный ансамбль, окремляя парадный шестигранный двор. А в окрестностях дворца расположен зеленый ансамбль. Это пять колоритных парков. Старые, замковые, английские. Их площадь почти 70 гектаров. В этом году национальному музею в заповеднику Несвеж 30. В афише юбилейного сезона. От авторали до настоящей мистерии Несвежского дворца. Несмотря на ремонтные работы, мы ни от одного проекта не отказываемся. Просто мы координируем свою работу со строительной организацией. И, конечно же, в дни массовых посещений мы стараемся и открыть центральный вход. Хотелось бы обозначить еще, конечно же, наш очень любимый традиционный проект. Это «Вечера оперы и балета» в замке Радзивиллов. Это балет «Дон Кихот» и опера «Сивильский цирюльник». Также в этом году новинка – это детская программа. Туристический сезон только начался, и архитектурная жемчужина Беларуси радушно принимает гостей из разных городов и стран. С начала мая здесь уже побывало более 10 тысяч туристов. Александра Гойтон и Андрей Новгородцев. Новости «Центральный регион». Время джаза для маленьких и больших музыкантов. В Солигорске состоялся девятый международный конкурс джазовой и эстрадной музыки. На протяжении трех дней коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Беларуси радовали зрителей музыкальными импровизациями. Участвовали и юные исполнители джаза со всех уголков нашей страны. Все подробности музыкального форума у Ларисы Гуликевич. Самые яркие джазовые хиты от белорусских мэтров Национального академического оркестра имени Финнберга. Музыкальный подарок на открытие девятого международного конкурса джазовой и эстрадной музыки в Солигорске. А победители прошлых лет прямо на сцене передали эстафету новому поколению джазменов. Атмосфера музыкальной импровизации царит на девятом джаз тайме. Концерты знаменитых джазбендов, музыкантов, мастер-классы, а также состязания вокальные и инструментальные. Словом, время джаза в Солигорске. Более трехсот юных музыкантов, их педагоги и концертмейстеры приняли участие в трехдневном джазовом марафоне. Международный фестивальный уровень в этом году обеспечили представители джазовых школ из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них Павел Овчинников, джазовый тромбонист, композитор и аранжировщик, солист Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, руководитель Академии джаза в Москве. Что может быть лучше, чем творческое развитие детей вообще? Во что еще нужно нам, взрослым, вкладывать свои материальные средства и душу? То, что в Республике Беларусь уделяется большое, огромное внимание детскому творчеству, это очень-очень меня радует. Мастера джаза в деталях и тонкостях показали юным музыкантам стилевые особенности джаза во время мастер-классов. Питерскую школу представил джазмен Сергей Емец, преподаватель Санкт-Петербургского института культуры. На что делать упор детям, учащимся, которые занимаются джазом? Во-первых, слушать музыку, ходить на концерты, интересоваться историей джаза. Ну вот столетие российского джаза отмечалось, но надо, конечно, сказать, что это все-таки наша общая история, не только российского, а советского джаза, белорусского, братского, не знаю, как хотите его называйте, но у нас история действительно общая. Тромбон, саксофон, кларнет, контрабас, электрогитара, бас-гитара, пианино, ансамбли самых разных составов и, конечно же, мастерство джазового вокала демонстрировали конкурсанты в возрасте от 7 до 19 лет. Люблю я джазовую музыку, но также я изучаю классическую музыку и очень давно хотел бы участвовать в этом замечательном конкурсе. А приятным бонусом форума стало знакомство со знаменитостями и их секретами джазового мастерства. В качестве приза обладателю гран-при «Электронная пианино». Солигорский джаз-тайм – самый масштабный детский джазовый конкурс нашей страны. Проходит он раз в два года на протяжении вот уже 20 лет. Секрет успеха – в творческой команде музыкантов-педагогов, влюбленных в джаз. Джаз построен на мастерстве, на том, насколько ты владеешь музыкальным инструментом, кругозором, какая у тебя школа за плечами. Здесь достаточно знать мелодию, джазовый стандарт, либо любимую, полюбившуюся музыку, и ты, благодаря своему мастерству исполнения на инструменте, либо голосом, и каждый может высказаться на своем инструменте. В этом и есть джаз. Самое зрелищное и яркое шоу организаторы традиционно ставили на десерт. Шесть эстрадных оркестров представили свои новые конкурсные программы, а завершилось все галоконцертом лауреатов. Лариса Гуликевич, Григорий Кристофович, Новости, Центральный регион. Ну что ж, на этом мы завершаем наш выпуск. Самые интересные и важные жизни Центрального региона покажем вам и в следующее воскресенье, сразу после полуденного информационного выпуска. Следить за проектом новости Центральный регион можно также на сайте tvr.by и YouTube-канале агентства теленовостей. Ну а пока всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова